Снова добрый день, Дмитрий, город Харьков, глава Шмот и книга Шмот, второй Хумаш. Давайте немножко разберем моего любимого Зера Шемшона. Зера Шемшон каждый раз удивляет, и в этот раз он удивил меня снова. Все помнят ситуацию, у нас все опытные и старые любители изучают Тору. Незгораемый куст. Можно сказать, что это терновник, либо колючий куст добавлять, либо терновник. Мы для краткости будем иногда просто говорить, не сгорающий куст, который не поедается огнем. И вот ситуация следующая. Зера Шемшон обращает внимание на Медраж. Медраж Ялкут Шимони. И Ялкут Шимони пишет, на первый взгляд, вообще непонятную вещь. Он говорит, Бог говорит Маше. Вот в этот момент, когда Маше заинтересовался кустом, который горит и не сгорает. И в этот момент Бог говорит Маше некоторые вещи, которые не написаны в тексте Торы. А говорит он следующее. Маше, из-за ненависти братьев к Йосефу я сейчас открываюсь в горящем кусте. Обратите внимание. Медраж связывает ненависть братьев Йосефа с несгорающим кустом. Дальше. И сейчас еврейский народ выйдет из Египта, как сказано в Таилим. Гаальта, Безро, Амеха, Бнеякова, Йосеф, Села. То есть я спасу рукой, как это десница, они говорят, да? Ну, короче говоря, правой рукой народ Бнеяков и Йосеф, Села. Вопрос. Какая связь между явлением вот этого горящего куста и ненавистью к братьям к Йосефу? Вообще, почему их Медраж уравнял? Второй вопрос. За чьи заслуги был спасен еврейский народ? За заслуги Йосефа, как написано в Медраше? Или за заслуги Якова Йосефа, как написано в Таилим? В Таилим написано. Гаальта, Безро, Амеха, Бнеякова, Йосеф, Села. То есть, более того, Медраж ссылается на Таилим, но приводит только Йосефа. А на самом деле в Таилим и Йосеф, и Яков. Ну, чтобы ответить на эти вопросы, как найти связь между кустом, не сгорающим, и Йосефом, Зер Ашимшон, как всегда, начинает издалека. Он говорит, давайте сначала с вами поймем, как евреи оказались в Галуте, в Египте, что их туда привело. Я скажу по секрету, что ответом в миллионы маленькая тележка, но Зер Ашимшон каббалист, поэтому он приводит два каббалистических ответа. Первый ответ. Первый ответ – комментатор Мегалея Мукот, часто очень я его упоминаю. Он говорит следующее. Ненависть братьев к Йосефу привела Галуту, а также презрение и неуважение к чувствам отца. Они приводят две причины, почему евреи оказались в Египте. Неуважение к чувствам отца, а также ненависть братьев к Йосефу. Откуда мы это видим? Так как Мегалея Мукот книга габалистическая, поэтому Гематрия здесь просто напрашивается. 22 года братья смотрели, как мучается Яков, как он убивается по своему отцу, как он молится, как он скорбит и так далее. Мучается одним словом. Точно такое же аналогичное наказание получили уже сыновья братьев в Египте. 22 года умножаем на 10 братьев, минус Бениамин, минус Йосеф. Получается 220 лет. Вопрос, но мы же с вами учили, что они пробыли 210 лет в Египте. А где 10 лет пропали? Мегалея Мукот говорит, все очень просто. Они все умерли, все братья, все причем, от Бениамина до Леви, до Ревена, от младшего до старшего, дольше всех прожил Леви, почти 140 лет, меньше всех прожил Бениамин 110 лет. Все они умерли в Мицраиме, в Египте. Поэтому по году 10 братьям с Кастили, минус 10. Получается 220, минус 10, за то, что они умерли в Египте, получается 210 лет. Вот цифра 210 лет выведена каббалистическим образом. Более того, я этого раньше не знал, но в гематрии слова «ре-ду» спустились в гематрии этого слова. Она 210. Тоже каббалистический намек, каким образом евреи оказались в Египте. Это ответ Мегалея Мукот. Обратите внимание, ненависть братьев к Йосефу и неуважение, презрение к чувствам отца, якобы. Вопрос все равно остается. А куст здесь при чем? Мы видим, что ненависть братьев есть, но куст несгорающий, как его сюда можно привязать? Мегалея Мукот говорит следующим образом. Куст на иврите, вот этот терновник, он будет на иврите называться Сне. А ненависть – Син-А. Кто учит иврит, тот очень сильно, конечно, удивится, потому что Сне и Син-А пишутся совершенно-совершенно по-разному. Звучит похоже, а пишется по-разному. Там одна только буква общая – это НУ. Но я думаю, каббалисты не это имели в виду, когда они сказали, что ненависть похожа на куст колючий. Они имели в виду как раз не сходство написания, а то, что само ощущение ненависти внутри человека, оно напоминает горячий, такой колючий куст, будто тебя изнутри разъедает. То есть сам куст похож на ненависть, и поэтому куст был горящим и не сгорал. Может быть, здесь имеется в виду, что огонь объединяет, так как мы знаем ненависть, да, она похожа на огонь. И куст именно был в огне, то есть акцент нужно на огне сделать, а не на огне. Я думаю, здесь и колючкий, потому что он колючий. Это непростой Сиах. Сиах – это не колючий куст, а Сне – это колючий куст. Колючки плюс огонь – все это похоже на ненависть, как она работает внутри человека. Это говорит Мегалея Мукот, и он как бы объясняет позицию Медраша, как связать куст с ненавистью братьев к Йосефу. Приходит другая каббалистическая книга, говорит Зайра Шемшон. Она называется «Галей Разья» или «Разья». Евреи попали в рабство, тут гораздо интереснее, обратите внимание. Евреи попали в рабство из-за Яакова. Еще проблем с Йосефом, с братьями еще и не было. Все гораздо раньше. Когда вы помните, Яков убежал от Лавана, и когда Лаван через три дня побежал за Яковом, то та знаменитая беседа, которая между ними состоялась, но я думаю, она-то состоялась, и Яков попытался его убедить, что все хорошо будет. Но тем не менее, самая главная причина, почему Лаван не уничтожил Якова, потому что Всевышний приснился ему во сне и сказал «не трогай Якова». Но тем не менее, закончили они мирно. Яков со своей стороны пообещал не обижать детей, то бишь внуков Лавана, и пообещал, так же поклялся, не брать себе новых жен. Но это тоже нормально, зачем ему пятая и шестая жена. В результате они сделали холм из камней, и Лаван назвал этот холм «Ягар-Сагадута» на арамейском языке. Можно по-разному перевести, можно «гора-свидетельство» или «холм-свидетельство», можно «скала-свидетельство». Лаван на арамейском языке. А тот же самый холм Яков назвал уже «галь-эд», назвал на иврите. Название такое же, но уже на иврите. Здесь противопоставление арамейского и ивриту. Теперь мы видим отношение Зера Шемшона и Галей-Разья к арамейскому языку. Помните, мы с вами говорили, что арамейский – это подсознание иврита. Мы старались даже сказать, что это очень хорошо, в кавычках. Тем не менее, Зера Шемшон относится совсем по-другому к арамейскому языку. Он говорит, что с тех пор, когда Яков и Лаван назвали, Лаван назвал его «Ягар-Сагадута», и таким образом первое арамейское словосочетание появилось в Торе, арамейщина серьезно осела в Торе, в тексте Торе. И мы постоянно, говорит Галей-Разья, видим упреки на эту тему. Например, первый упрек, когда караван Ишмайлим шел мимо Ямы с Йосифом, везли они там всякие пахучие вещи, помните. И написано было, что караван шел из Гилада. Напомню, что Гилад и Галь-Эд пишутся одинаково, отличаются огласовками. То есть здесь уже первый упрек в сторону Якова, хотя на самом деле условно можно назвать его виноватым в этой ситуации. Это все-таки Лаван напортачил, он ввел арамейский язык. Но Яков стоял это все дело и слушал, поэтому Якова тоже делают виноватым. Так вот, Гилад и Галь-Эд – это упрек в сторону того, что появилось первое арамейское слово в Торе. Второй упрек. В Дворим, когда мы будем с вами изучать, мы изучали Бикурим, первенки, когда приносили в храм, то они читали специальную молитву. Там было в молитве «Арами Ове Дави». Арамеец пытается убить моего отца, помните. Намек очень простой. Арамейский разрушает еврейский. То есть в данном случае в тексте написано про людей, но каббалисты Галей и Разия, они говорят, нет, арамейский язык разрушает еврейский язык. И все закончилось. Галу там, кстати, в итоге. Третий упрек, намек. Агадапесах. Пасхальная Гада. Там знаменитое выражение. Онес альпи адибур. То есть как бы издевались с помощью дибура, с помощью слова. Здесь тоже намек на арамейский язык в Торе. Вывод. Зера Шемшон категорически отрицательно относится к арамейскому языку в Торе. Он называет, я думаю, что может быть он нормально относится к арамейскому вне Торы, но именно слова в Торе он очень не любит. Он называет его диалектом негативных сил. Вы знаете, что ангелы не понимают арамейский язык. Поэтому большое количество молитв, одна из них самая знаменитая, Кадиш, она читается на арамейском языке, чтобы ангелы не услышали все претензии, которые могут быть предъявлены к этому человеку. В любом случае, арамит – это нечто плохое. Оно было внедрено во времена Якова в Тору, и поэтому народ еврейский в итоге оказался в Египте. Вопрос – а как связать это все с Йосефом? Мы же начинали с вами красиво с Йосефом. Очень просто, говорит Зера Шемшон. Йосеф всегда разговаривал на лошон-акодыш, на святом языке, где он вынужден был переходить на другие, на египетские, то он переходил, но где не вынужден был, где можно было говорить, всегда на иврите. Дома на иврите, на работе на иврите. Со своими, тем более, у него были помощники, его сыновья. Дальше. Доказательства. Надо же все с доказательствами. Патифариха, жена Патифара, когда она говорила про него, она говорила «Иш еври», муж еврейский. Он наговорил на иврите, говорит Зера Шемшон. Второй момент. Царь, я не знаю, Сара Машкин, тот, который на черпе начальник, он говорил про него «Наар иврит». «Наар» — это парень, парень еврейский. Тоже говорил на иврите Йосеф. Дальше. Когда Йосеф открылся братьям, помните, он сказал «подойдите ко мне». Он им показал обрезание и сказал на чистом иврите без акцента. И там было «Аки Пиеда Бер и Махэн». То есть я буду с вами разговаривать на вашем языке. О чем здесь речь идет? О том, что он показывал братьям, что в Египте за 22 года он не забыл иврит. Он не забыл иудаизм. И он не сгорел как куст в Египте. То бишь он говорит «я исправил папину ошибку, которую он допустил с арамейским языком». Это как бы… Причем здесь Йосеф. Йосеф сделал то и исправил то, что натворил папа. Натворил кавычка, конечно же. Это все Зарашемшон. Зарашемшон говорит «урок жизни отсюда, который можно вывести». Евреи в Галуте обязаны изучать святой язык. Я напомню, что иврит и святой язык – это две совершенно разные вещи. На эту тему я много могу говорить, но не буду. То есть святой язык, танахический иврит, он совсем-совсем не похож на современный иврит. Зарашемшон говорит «нужно преподавать детям святой язык с самого раннего возраста». Лашона Кодыш. Никогда не поздно начинать его учить. Раби Акива вообще читать, писать на иврите начал – сорок. А другие мудрецы – еще позже. То есть без него невозможно правильно понимать Тору, говорит Зарашемшон. Между прочим, благодаря четырем или трем вещам, евреи вышли из Египта. А это уже не мнение Зарашемшона, это общее мнение мудрецов Тор. Причем в одних мудрешах я вижу слово «три вещи», благодаря которым вышли из Египта. В других мудрешах – четыре. Причем все эти вещи меняются от одного мудреша к другому. Но, тем не менее, язык есть и там, и сям, и везде. Ну, вы, наверное, я быстро скажу. Четыре вещи сохранили евреи в Египте. Первая – это лошину шмам. Они не изменили свои имена. Некоторые мудрецы говорят именно поэтому у нас, в начале нашей главы, начинается снова повторение имен. Ведь мы знаем еще в Айгаш все эти имена. Зачем нам повторяется? Так вот, потому он и повторяется. Повторяется, чтобы показать нам, что они не стали называться египетскими именами. Вторая вещь, которую они не изменили. Они не лошину эт лешонам. Они не изменили своему языку. В банках на базаре разговаривали на египетском. Приходили домой. И в синагогах говорили на иврите, на святом языке. Третье – лошину эт лешонам. Они не изменили своим одеждам. Одежда, в которых они жили в Египте, в доме Якова, такого же плана одежда у них была в Египте. Тогда вопрос, который Алекса очень беспокоит. Если, согласно Агмаре, они одежды не изменили, то зачем, когда они выходили из Египта, написано было, что они взяли загав, золото, кесов, серебро, весемла и одеяние, платье. Зачем они брали платье, если они его не носили, одежду не носили египетскую? Алекс сейчас нам скажет ответ один. Какой? Почему? Зачем надо было брать евреям одежду, если они ее не носили, согласно мнению Гмары? Продать, что? Кому продать? К наанейцам? Тем египтянам, которые выйдут с ним. Тем египтянам, которые выйдут с ним. Они прекрасно взяли кучу интересных вещей у этих египтян, которыми вышли и с которыми не вышли. И ты хочешь, чтобы они второй раз продали им, что ли? Не пойму. Или распустить на нитки для того, чтобы потом использовать постройки Мишкана. Вот, вот это уже мне нравится. Я об этом даже не мог подумать, действительно. Ну, есть у кого-то еще мнение, зачем евреи брали у египтян, причем взаймы брали, они обещали вернуть, брали одежду, ведь эту одежду египетскую им было нельзя носить, они ее не носили. Она была не скромная. Еще вариант, они могли в нее заворачивать серебро, золото и нести, как тюки такие делать. Ну, я тебе скажу, что в то время некоторая одежда, она была дороже, чем золото и серебро. Поэтому непонятно, что во что нужно заворачивать. Это не какие-то требования. Палатки можно сшить. Лапти? Палатки, палатки. Ну, если нет ответов, я сейчас скажу два возможных ответа. Мне это было интересно, честно. Плюс, обратите внимание, Всевышний, когда говорил Машера Бейну, планы на будущее, скажем так, у кого горящего куста, он говорит, вы когда будете выходить из Египта, возьмите у своих соседей золото и серебро. Он не говорил про одежду. А вот когда уже на самом деле они будут выходить, то они взяли и одежду, и серебро, то, что им сказал Всевышний, а заодно, вернее, и золото, и серебро, а заодно и одежду, о чем им Всевышний не говорил. Это отдельно интересный вопрос, зачем они ее брали. По своей инициативе или не по своей. Но вопрос стоит. Я не хочу тянуть сильно резину, интриги здесь не получится. Я нашел два ответа. Ответ номер один – это общий стандартный ответ мудрецов, Хазаль. Напомню, Хазаль, кто такие Хазаль? Кто такие Хазаль? Алекс. Каких мудрецов можно отнести к Хазаль? Стандартное мнение. Хазаль – это мудрецы Торы, начиная от первых пар, вот те еще времена Гилель, Шамай и так далее, и заканчивая последними изрешоним, то бишь это получается у нас Барбанели и плюс-минус вокруг него, Урахай Макадош. Вот этот кусочек полторы тысячи лет – это все мудрецы Хазаль. То есть человека XVIII века уже нельзя назвать Хазалем согласно этой точке зрения. Я думаю, что есть другие точки зрения, но тем не менее. Так вот, большинство мудрецов Хазаль, они говорят, слово «одежда семла» на иврите – это гораздо больше, чем одежда. Доказательства. Это слово «семла» употребляется в Пароше про красивую пленницу, помните? Эшет-Ефа-То. И там слово «семла», которое можно на войне взять и жениться. И там это слово «семла» относится не к одежде, а ко всем украшениям, которые носит человек. Поэтому в нашем пасуке идет уточнение, чтобы они взяли не только золотые и серебряные сосуды, посуду и так далее, стаканы, тарелки, но также взяли все золотые и серебряные украшения, которые можно к себе прикрепить. А мы помним по тексту, будем с вами изучать, там только женских украшений штук восемь есть. Я так понимаю, что раньше, в те времена, женщины одевались как цыгане, то есть там было кольца везде висели, во всех местах, частях тела большое количество. Поэтому вот эта «семла» – это такое общее понятие. Наверное, оно включает в себя какую-то одежду. Но в общем-то, здесь конкретно идет уточнение, чтобы мы не путали золотые какие-то там кольца в ушах и золотые тарелки. Вот это стандартное мнение мудрецов, которые говорят. Они подтверждают нашу версию из Гмары, что одежду как таковую египетскую, то есть мини-юбки или рукава выше локтя, никто не выносил из Египта. Ответ интересный, другой. Зовут мудреца Равмойше Хайнеман. Очень интересный ответ. Он говорит, по поводу женщин вопросов нет. Нельзя носить некошерную одежду, всякие там мини, полупрозрачные, сильно обтягивающие, ну и дальше большой список. Это все останется египтянкам. Но мужчины частично некоторые вещи могли носить египетские. А дети, говорит Равмоша Хайнеман, вообще по ним особых проблем не было. Они носили большую часть египетских вещей. Поэтому, когда написано, что они вынесли золото, серебро и одежду, согласно мнению Рава Мойше, то по женщинам был стопоцентный запрет, никто их не носил, они не носили женскую одежду. Мужчины носили частично, могли вынести. А детскую одежду, да, по ней вопросов не было. Там правил с нею, там правил скромности гораздо меньше, чем у взрослых женщин. Это ответ Рава Мойше Хайнемана, и он мне очень-очень нравится. Так вот, согласно версии Гмары, благодаря чему вышел иерейский народ, и если мы говорим о трех вещах, то на этом список и закончен. Язык, одежда и имена. Они все нарушали, евреи в Египте, все, что можно придумать. Вы знаете, пророки Ехескеля, они даже первенца убивали. Они занимались идолопоклонством, они перестали делать обрезания. Все, что можно придумать, они нарушали все. Но эти три вещи они не нарушали. Согласно мнению Гмары про четыре вещи, которые они сохранили в Египте, добавляется еще к вышеперечисленным ло и торгу и мешами срид. То есть они, мужчины, не связывались с женщинами египетскими. То есть не было то, что называется разврата. Даже по ошибке, уточняет Гмара. По ошибке разврата, это очень, конечно, красиво сказано. Еще я встречал, не было доносчиков среди евреев. Это тоже считается одним из пунктов. В любом случае, благодаря четырем или трем вещам, которые они сохранили в Египте, они удостоились выхода из Египта. На этом я эту тему закончу и дальше перейдем к следующему. Продолжение следует...